Боже, милостью, мой камер-вешеный. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в молитву мы причислить Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Богу, Боже наш, слава Тебе. Христос воскрес измертвы, смертью и смерть по праву Исущего, Ребе живой, дарома. Слава Богу, Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыка, прести беззакония наши, святые, посети исцелью немощи наших, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу Истину и Святому Духу, имени и всегда и во веки веков они. Отче наш, сущий, на небесах, да сутится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе хлеб наш, сущий, подавай нам на каждый день, и провести нам грехи наши, как мы прощаем, блажникам нашим, имени и видимо Твоего искушения, но избавь нас от лукавого. Расстав после сна, мы преподаем твоим стопам благе ангельскую песню, отглашаем Тебе с имени, свят, свят, свят ты, Божий, по молитвам Богородицы, помилуй нас, слава Отцу Истину и Святому Духу. Спаси нас над поднял, Господи, просвети моим сердцем, и вам открою встанную, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят ты, Божий, по молитвам Богородицы, помилуй нас, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь, внезапно придется биянье, биянье от каждого обморочу, со страхом воскликнем полность, свят, свят, свят ты, Божий, по молитвам Богородицы, помилуй нас, и Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь, востал после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Божий, не прогневался на меня лениво и грешно, и не потратил жизнь моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, поднял меня спящего, чтобы пронести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твоего. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, разуметь заповеди Твои, исполнять волю Твою, открою и стану, и чтобы прославлять Тебя в благоданном сердце, воскрывать святейшее имя Твое, Отца и Сима и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Продолжение следует, аминт. Придите, поклонимся к Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподѐм ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподѐм ко Самому Христу, Царю людей Богу нашему. Твоя душа моя Господа, буду восхорять Господа, доколе жил, буду петь Бога моему, доколе есть, не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит Дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его, блаженкому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога и его сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеба. Господь разрешает узников, Господь отверждает очень слепым, Господь расставляет согненных, Господь любит праведным, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает, Господь будет царствовать во веки, Бог твой все он, в рот и рот, Аллилуйя. Валюте Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подопающая, Господь созидает Иерусалим, собирает изгнание Капедраева, он исцеляется крушенным сердцем и врачует скорби их, исчисляет количества звезд, всех их называет именами их, великий Господь наш, велика крепость его, и разум его неизмерим, смиренных возрушает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славу Господу, пойте Богу нашему на гуслях, он покрывает небо облаками, приготовляет без земли дождь, развращает на горах траву и злак на позе человека, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит, благоволит Господь боящимся его и к уповарящим на милость его. Хвали Иерусалим Господа, хвали сего Бога своего, ибо он укрепляет вели ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, дождает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет ини, как пепел, бросает град свой кусками, предморожен его, кто устоит, пошлет слово свое и все растает, подует ветром своим и потекут воды. Он возместил слово свое Иакову, уставы свои, суды свои израилья, не сделал он того никакому другому народу, и судок его они не знают. Аллилуйя! Слава, Суисину и Святому Духу, и ныне всегда иловит в руку, аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобой, избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойную уста, свали святое имя Твоего Отца и Сына и Святого Духа, ныне всегда иловит в руку, аминь. Поставь от сна, и посреди ночи приношу Тебе песен спасен, преподая к стопам Твоим, вызываю к Тебе, и дай мне уснуть подрехов на смерть, и но сжалься надо мной, добровольно растяшуйся, скоро подниму небеспечный лежащий, и спаси меня стоящего перед Тобой на молитве, и после сна и ночного пошли ясный безгрешный день Христи Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбчивая, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, вели в сад Твою вечную, ибо Ты мой Творец и источник, и податель всякого блага. На Тебя, вся моя надежда, я воздачу Тебе хвалу ныне, и всегда, и в веки веков о ней. Господи, сохранивший по обиде Своей благости и великому Свою милосердию, урабатывая в прошедшее время этой ночи, отражившись всякое нападение дьявола, Ты Сам, Владыка всего мира, удостой меня, при свете Твоей истинности, посвященным сердцем исполнять волю по обиде Своей благости и во веки веков о ней. Господи, Вседержитель, Божий, Сил, Беспотный, Христа, проплотный, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и полностью ясноведующие хайны человеческие, безначальный вечный свет, который не имеет изменений в силе, не оставляет за Своей мое место на Своей пути. И Сам, Бессмертный, Царь, прими моление наше, которое мы в настоящее время надеемся на обиде, со страхами его пронесли на чистый путь. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, сознательной или несознательной, очисти нас от всякой нечистоты плоти и Духа. И дай нам с бодрствующим сердцем отрезанную мыслью прожить Своей здешней жизни в ожидании наступления светлого и славного Дня, второго пришествия. Иди на родину Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда обществе Я придется славой за каждым поделами Его. Да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими, поднявшимися среди исполнения запрета Его. И готовим войти с Ним в радость и Божественного человека в славу Его, где не предстанут голоса каждой струющей и невыразимой радость видящих несказанных Господь Твоего. Ибо Ты истинный Свет, просвещающий весь мир. И Тебя воспевают все творения и вники вечные. Аминь. Тебя благословим Всевышний Бог и Господь, милостеполящего с нами всегда великий и непостижимый и славный и живой в ужасные дела, которые в мир числа. Подавшего нам сон для облегчения немощи нашей и для отдыха от трудов мы будем ученых против. Благодарю Тебя за то, что не погубил нас беззаконными нашими, но проявил, как обычно, человеколюбие и не возбить нас лежащими чувствами, чтобы в славословии державы были. Поэтому молим безмерную Твою благо и спаси наши мысли и очи и ум нашей тяжкого сновенности восстать. Открой наши уста и исполни их молою Тебе, чтобы мы могли непоколебимо петь и исповедовать Тебе во всем. И от всех прославляемого Бога и безначального остался единородным Твоим Сином, и всесвятым и благим, и живо творящим Твоим Духом, ныне и всегда и во веке веков о мире. Раскрывая благодать Твоего Лучица, молю Тебя умом и исполни благодатью. Наставь мне идти прямо, где Он Христовый западет. Бодрство, тщкенье, укрепелька неосово ныне, связанного с этями и непопадением, молебами Твоими разрешивами и невестами. Ночью и днем сохранениями избавляет на тебя Бог существует врагов. Жизнодателя Бога, родивший, оживи меня душу Моя, слепшую посвятить. Полудивный черток Владыки Храмом Духа Святого Садел и Днем. Врача, родившего врачу и души Моя многолетняя страсть, волну его жительским бурям в пути покаяния направить. Избавь меня от огня вечного и червя злого и танцора, чтобы мне повинно в многих грехах не оказаться на радость беса. Вновь садила меня облегчавшего от нечисленных совершений пренепорочных, непричастных всех муки и Вимене и Владыку всех умолив. Достини мне небесного веселья со всеми святыми сподобиями. Святая Дева, услышь голос неподъемного раба, твоего дай мне струи слез причистой души Моя скверно очищающей. Стенами сердца приношу тебе непрестанно у сердца влорычиться. Молебную службу и прими, и Богу благоутробно принеси. Превышием всех ангелов, превыше земного состава садила Днем. Святоносный Покров Небесный, возожги духовную благодать вам, и воздеваю руки и уста для похвалы, осквернённые скверно, непорочные, отраслевающие в душу злые вделы с бахтами сквистов серного нуля, которому в честь и поклонение подобает ныне всегда и в веки греков. Аминь. Для милости и всемилостей Бог мой Господь Иисус Христос по Своей много любви сошёл на землю и воплотился, чтобы спасти всех. Христовый Спаситель, спаси меня, благодатью Твою. Я не могу тебя, ибо если по делам спасёшь меня, то это не будет благодатью даром, не больно делом. Ей многих щедроток и не излеченной в милости, ибо ты сказал, что верующие в меня жить будут, и не убедить смерть и в обид. Итак, если вера в тебя спасает отчаявшихся, то верный, спаси меня, ибо ты Бог мой Создатель. Вера же вместо дел да умеется в небо уже мой, потому что совершенному, и дело правду в честь. «Но эта вера да будет превыше всего да ответит за меня да оправдает меня да я причастникам славу прозвищу. И да не похитит меня сатана и не похвалится слово, что тот меня от твоих рук и оградит. Но или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, спаси скорее, скорее погиб я, мое, ибо ты Бог мой, о чьей его Матери моей. С подожди меня, Господи, возлюбит тебя, и так же поступила кого-то свой тайный грех. И чтобы снова потрудиться от тебя бездельно, усердно, как прежде потрудиться к ним крещающим. А чтобы даже потружить тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа во все дни жизни, ныне, навсегда и в веке веков. Аминь. Святой Анна, поставь не хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержание моего. Не дай возможности злому дьяволу подчинить меня себе преобладаниями его смертного тела. Возни крепко несчастную опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель, бедные мои души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во всей моей жизни. И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня всякого искушения, вражеского, чтобы мне не прогнилось Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он оскорбил меня страхи Своем и сделан Я Рвом достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица Моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами, отгони от меня смиренного и несчастного рабата на уныние, забвение, неразумие, неродение. Удали все стверные, лукавые, хурные помыслы из охаянного моего сердца и повращенного ума моего. Погаси пламя моих страстей и любовь и несчастья. Избавь мне от многих парных воспоминаний и помыслов и освободи меня от всяких злодеяний. Ибо Тебя благословляют все роды и причистое имя, Твое славится. Великий и Вечный. Аминь. Господи Иисусе Христе Божий наш, прими от нас недостойных рабов только усердность и моление, и прости нам все согрешения наши, помими всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не нуждаем по делам, но по великой Твоей милости. Обрати их, неверных, проваливи благочестью, верных, чтобы уклонялись от зла и творили добро. Наши всех и Церковь Твою Святую, всесильную Твою крепостью, а всякого злого обстояния и милости у них бар. Отечество наше от люка их безбожников, и от власти их освободили. Верных же рабов Твои, вскоре встречали день и ночь вопиющих и многоволезненны, в опове слышно для милости Божия нашей, изведи из искления жизни. Подай мир и причину любовь и возверждение и скорой примирения людям Твоим, которых Ты чистую Твою кровь и искупил, но и отступившим от Тебя и Тебя не ищущим, будь явным, чтобы ни один из них не погиб, но чтобы всем спастись и в разум истину прийти, чтобы все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославляли пречестное имя Твоё, и 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 Господи, во веки веков. Аминь. Моли Бога мне Святой Годник, Божий Сергий, ибо я усердно Тебе прибегаю, как скорому помощнику молитвеннику о Луше Моей. Благородице Дево, радуйся, благодатный мой Господь с Тобой, благословен Твоё, и благословен Площ Криво Твоё, ибо Ты родила Спасительная Душа Наша. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови достояние Твоё, даруй победу над бешенными православными христианами, и крестом Твоим сохраняй Твою народ. Вспомни, Господи, Иисусе Христе, Божий, наш от века, выпшли Твоей милости, и проявляем Тобой сострадания, по которым Твоё человечился, и изволил потерпеть распятие и смерть, и спаселиться на Невече Тебя. И воскрес из мёртвых, возьмёшься на небеса, сидишь по правой стороне Бога Отца, с любовью склонившись к смиренным молитвам, призывающим Тебя всем сердцем, встаню, как Твоё, и услышь смиренную молитву мою недостойного заплаты Бога, приносящего Тебе, как благо у Ханны, духовную жертву во всех Твоих людей. Прежде всего, вспомни Твою Святую Соборно-Апостольскую Церковь, которую Ты искупил Свою драгоценную кровью. Утверди её, укрепи, расшируй, увеличуй, умиротвори непобедимого для села великий Соконит. Утишьи церковные размогласия, угости юридическое гонение, возникновение ереси быстро расстроя, искамени и силою Святого Твоего Духа вничтожь. Подводи в российской стране мир и благочестие. Вложи в сердца правителя мирные и добрые намерения для Святой Твоей Церкви и для народа Твоего, чтобы и мы среди их забот жили тихою и спокойной жизнью в истинной мере во всяком благочестности и чистоте. Спаси, Господи, помилуй страну нашу российскую, православных людей, Евроссия и Немного Отечества находящихся. Обрати страну эту и власть её. Спаси, Господи, помилуй епископов православных, братьев наших священников, священно-монахов, весь церковный притч, который поставил прости словесного Твоего Станта, по их молитвам. Спаси, помилуй меня, грешник. Спаси, Господи, помилуй моего духовного Отца Игнатина. Святые его молитвы, прости мои согрешения. Спаси, Господи, и помилуй всех верующих в Тебя, приведи к покаянию неверующих, родителей наших, братьев, сестер, родных, всех близких к нам людей по плоти из рода нашего и друзей. И даруй всем верующим Твои земные небесные блага, а неверующим всё то, что приведёт их к покаянию. Спаси, Господи, помилуй. Стань, юный, сирот, родов, находящихся в болезни, печали, бедах, скорбях, напастях, темнице, заточениях. Особенно же рабов Твоих преследуем из-за Тебя и веру православную, не знающим Тебя безбожниками и литиками отступниками. Всех исполни, посети, укрепи, утеши. Даруй им силы Твое скорое облегчение, освобождение и избавление. Спаси, Господи, посланных послуги, путешествующих, отцов и братьев наших и всех православных христиан. Спаси, Господи, помилуй ненавидящих и обижающих нападающих на меня и не погуби их из-за меня грешного, оступивших от православной веры и ослепленных погибельными ересами, просвети светом богопознания и присоединяй к Твоей Святой соборами и апостольской церкви. Вспомни, Господи, переселившийся из этой жизни для вычестивых царей, царей, епископов, а также послуживших Тебе в священническом и монашеском учении и упокоившись со святыми Твоими в вечных Твоих селениях. Вспомни, Господи, души скончавшихся рабов Твоих, родителей, всех родных по плоти, простим все согрешения, если возможно, вольные и невольные, даруем царство и участие в наслаждении вечными благами Твоими и бесконечными благами до жизни. Вспомни, Господи, всех скончавшихся с надеждой воскресения жизни вечной отцов, братьев и сестры наших, всех православных христиан, всели их со святыми Твоими, своими, туда, где сияет свет лица Твоего, о нас помилуй, как благой и человек и любивый. Аминь. Даруй, Господи, прощение грехов всем прежде умершим с верою и надеждой воскресения жизни вечной отцов, братьям и сестрам наших церквей и вечную память. Божьей милостью, Господи, сотворивший меня, Господи, и помилуй меня, без числа я согрешил Господи. Прости и помилуй меня грешного. «Святися, святися, Новая Иерусалима, слава Богосподне на Тебе во сия, веку и ныне веселится Сионе, Ты же чистая, Красуйся Богородица, а восстань и Рождества Твоего». «Слава Своей Сыне и Святому Божьему!» «И ныне и призна его веку веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови, 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 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Абва Отче, свят, свят, свят Господь Саваох, вся земля полна славы Его, Аллилуйя, слава Выше Богу, на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими, Аллилуйя. Господи Божий наш, сохрани наше сокровище, книги для многих людей здесь и в пути, Аллилуйя. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе, ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном, благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил душу мою, спасая от видимых и невидимых опасностей, и эту ночь позволил провести спокойно и возбудил от сна. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе, ангел мой, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего, Аллилуйя. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе, Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, Никогда не роптать, никому не завидовать, и каждому дар и жилье, горнил Сергеем, Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ крутости и воздержания, добрый архипастер словесных овец, моли Бога о нас. Господи, умещи сердца враждующие против нас, закрой их лживые уста, наведи страх Твой на них, и в судный день не помяни их безумия, ибо они не знают, что творят. Благослови и благодетели наши, Елена, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимира, Аллилуйя. Сохрани нас здесь, Господи, селение наше от пожара, воровы, нечистой силы, и пошли, добрые жители, знающие Тебя, любящие уставы Твои с детьми, и сохрани школу. Аллилуйя. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь Свою. Дабы день прихода этого нашего отшествия не засталось не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебя с горящими светильниками истинной веры, и сосудами полными или добрых дел. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и все небесные силы, престолы Божию и предстоящие. Аллилуйя. Вы, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, надарует нам Господь жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо и помилуй Господи. Священный Лея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амроси, Вадима, Зосима, Алифия, Андрея, Владимира, Максима, Геннадий, священник, если угодно тебе, Петрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора. И смири власти и воинства, и через них сотвори благое церковь твоей, и сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, за отступничество от себя. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский Устин, Философ, Касмай, Дамиан, Андрей, Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Венонин, Иосиф Борис и Глеб, дабы никто не принял начертания зверя антихриста. Даруй добрую веру Анфиму, Вениамина и устраши родителей, загруженное воспитание, аллилуйя. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий и Прим Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радовецкий, Стефан Пермский, Серафим, Саровский, Антобольский, Анхронштадтский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет. И все перевозчики священного писания, молите Бога о нас, да сохрани с нас Господь в святой православной вере, а замыс и редяков разрушь, разбей в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла, первомущенца, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник, Июния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие и стыдливое женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь не покорилась Галина, семейство Евгении, Надежда, Надежда, Светлана, Мария, Раиса, Марина, Юлия, Елена, Галина, Иоанна, Аллилуйя! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, и Тебе мы поклоняемся и славослоем Твое чудное имя, Творец и Создатель, и Зиждитель наш. И прими, Господи, нашу молитву, воздяни рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими, Владыка, небо и земли, нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. И этого младенца Оливии спаси и помилуй. Тебе, Боже, хвала и слава во веки веков, аминь. Помоги нам прожить этот день под Твоим благословением. И все, что встретится, все перенеси с благодарением, зная, что в свое время все послужит ко спасению. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышит Раб Твой. Аминь! Доброе утро! Христос Воскрес! Так, мы дадим еще материал небольшой сейчас. Этот материал называется «Итак, бодрствуйте». Господь сказал, бодрствуйте, чтобы кто не привестил вас. Ну, уже этот материал вначале, я его продолжаю. Как только исчезла проповедь о Искупителе, о возрождении, о рождении свыше, о принятии Христа не просто как спасителя мира, но лично своего спасителя, перестали исполнять соглашенные из иденти, за полной невозможностью отличить улицу от церкви, верующих от неверующих, волков от овец, так навсегда исчезли в исполнении слова, оглашенные из иденти. Был раньше хороший журнал, там, паломник, и в нем писали. Как только исчезли беседы домашние, ну, кроме того, что в храме, а в храме-то много ли услышишь, если священник не рожденный свыше, написано, говорит, «И нравственность ушла на дно моря». Вот какое выражение я вычитал. «Нравственность ушла на дно моря, ее надо достать. Произошла подмена божественной строгости, акривию, намнимую любовь, экономию, экономию малолетних священников. Их нужно только извергать, другого пути нет. Нету. Шестой Вселенский Собор, 14-15 правила. Если до 30 лет рукоположен, он должен немедленно быть запрещен и к нему не подходить под благословение. У нас были такие, к нам приезжали, но не раньше рукоположенные. Ну, все кончилось, к ним никто не подойдет. Правила святых и богоносных, Отец наших, соблюдается и всем, дабы во пресвитера прежде 30 лет не рукополагати, если бы человек весьма достоин был, но от лагати до урещенных лет. Ибо Господь Иисус Христос 3 десятое лет окрестился и начал учить. Подобный диакон прежде 25 лет и диакониса прежде 40 лет да не поставляется, и по диакону да поставляется не прежде 20 лет возраста. Если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Шестой Вселенский Собор, 14-15 правила, себе запишите и на бумажке подайте священникам. То есть, если они по-другому делают, это не православная вера, то мы совершенно не понимаем, что с нами сделалось-то. Вот в Америке избирает президента, положено, допустим, чтобы 35 лет ему было, а ему только 34, все, его кандидатура никогда не будет стоять, а это масоны, они так держатся. Ну и у нас тоже есть, это не раньше 30 лет. Вот решили избрать главой региона одного очень опасного, Чечне, Рамзана Кадырова, а ему было меньше 30 лет, как Конституция-то. Но не решили-то статью изменить, чтобы тогда он не нарушал ее. Он говорит, нет, не надо, я еще и в институте учусь там, ну и прочее-то, то есть по закону. Вот как он это может держать-то? И все, не стал настаивать. Вы вспомните, когда был избран президентом Путин Владимир Владимирович, как проходит сколько времени, и решили они тогда при нем принять этот закон, чтобы не 4, а 6 лет было. Он говорит, нет. И пока Медведев был, в это время Дума государственная приняла, что впречь, чтобы были так. И теперь он избирается уже на 6 лет, согласно канона. Это очень привлекает людей. Правило написано, и не надо рассуждать. Красный свет. Ну красный свет что? Значит, не ехать нельзя. А если поедешь? На одном острове, говорят, было только две машины, пожарной и скорой помощи. И никто не посмотрел на красный свет. Две машины на весь остров. И они столкнулись на этом перекрестке. Две машины, теперь ни одной нету. Как как же? Если всех вошедших под своды храма сразу же сегодня не перечистить, тут точно же не крестить, ах, как бы они не погибли. А то попадут под машину. Или другой несчастный случай, это батюшки говорят. Произошла подмена истинной строгой заботы святого Парфеня Боровского на Пименовско-Алексеевско-Кирилловское спасение. Всех. Забываешь, что мало спасающихся, как и в Новевом Ковчеге. Ну, только... Посмотри. Вот обязательно в этот день что? Да деньги, деньги, чтобы кошелек опростать его. Он не готов. Вот мы находимся в Барнауле, и мы подготовили к окрещению. У нас строк был 450 или 500 часов академических. Ну, вы, кто слушает, другим скажите, где вы встречали в мировой практике за 2000 лет, чтобы вот так исполнялось. Притом, это занятие настоящее по Слову Божию, по канонам, по святым отцам, по житиям святых, по мировой литературе, искусству, по всему. Да еще с тех, которые будут допущены, еще, как говорится, комиссия, церковный совет из 10 человек будет выслушивать каждому даются два человека, которые помогают ему эти годы. Два. Они будут свидетельствовать о нем. Он о себе будет говорить. И потом будут говорить о нем, задавать вопросы члены церковно-приходского совета. И потом только будет голосование. И это рекомендательный характер. Батюшка может вопреки голосованию крестить, но он на это не дерзает. И тогда подаем батюшке эти данные. Это все у нас выставлено. Я вопрос ставлю, где это? В одном храме здесь или за рубежом? И не сегодня, только за 2000 лет. А как у вас? Да никак, просто мы молимся, и Господь нам подсказывает. Голос Божий надо слышать. А как он голос? Через совесть. И несмотря на это, еще больше половины отпадет. А как? Так написано. Ушли все. Господь говорит, не хотите ли вы уйти? И Павел говорит, все покинули меня. И перечисляет двоих только. И все. Многие идут не на спасение, но на погибель. Учил наш Спаситель Христос. Идут или через восторг демонстрации перед мавзолеем, или через проходной двор, в который превратили православную церковь, наемные, неверующие пастыри. А они пасут сами себя. Для них храм, золотое дно, эльдорадо, кормушка и ничего более. Вы зарядите, кто слушает, в Ютубе. Ну, погибший священник, сейчас там, Игумен, на байке, а как они несутся и как разбиваются, на встречную полосу выскочили. И при том, он не просто ударился, написано, разорвало на куски. На куски. И теперь хоронить его там, за алтарем, рядом, то другое. Зачем ему это нужно было гонять? Какой он пример-то давал? Зачем? Я не думаю, чтобы совершенно никто этого не видел. Ну и все кончилось. Его даже никто не жалеет. Никто. А посчитаешь отзывы, какие жалко, что на какую они машину натолкнулись, тот-то тоже погиб. Он-то за что? Он ехал нормально по своей полосе, не превышал скорость. Они убийцы и самоубийцы. А Ян Златоуз говорит, сначала наведи порядок, в церкви, а потом продолжит служение, ибо порядок дороже службы. Пока не будут выведены из храма оглашенные, готовящиеся к окрещению, или просто прохожане, священник не имеет права продолжать литургию. И еще раз призыв сугубый, то есть двойной, двери, двери, премудростью воним. Что означает? То есть дьякон сам должен пройти по рядам молящихся и проверить, не остался ли непосвященный, и тогда закрыть на все пять замков двери храма. Какие пять замков? Три раза говорит, соглашенные, и задите, и два раза проверьте, замкните двери, двери, двери. Сегодня ничего нет. Некоторые эти слова выбросили просто. Ну, то есть, никакого отношения к православию этот храм с крестами, с колокольнями не имеет. Никакого. А где это сегодня есть? Может ли это выполнить, хотя бы под страхом извержения сана даже патриарх? Пусть попытаются и поймут, что перед ними Вавилон, полное смешение, а не храм, толпа лошадей и свиней, как говорил златоустый составитель литургии, введший этот пятикратный барьер недоступности третьей части литургии, литургии для верных, и чтобы там не было отключенных за грех ни членов церкви. И здесь подмена. Вместо оглашенных людей стали по Гоголю толковать, что речь будто бы идет о худых мыслях, грехах, то есть оглашенные изъедите это мысли. И превратили церковь в магазин по продаже треп и таинств, комбинат по духовным запросам безбожьиков. Подмена слов, понятий полное. Слово Христа. Но Сын человеческий придя найдет ли веру на земле? Вот наступает иногда сектант и говорит а где вы нашли слово это православное его нет в Библии. Православное появилось тогда, когда появились еретики, чтобы отличаться. Напротив православного одни еретики, никого больше нету. И поэтому если человек просто говорит я христианин это еретик. У него есть название они регистрируются под определенным названием. Вот у нас в районе здесь есть газета выпускается в Павловске называется Новая жизнь. И секта такая же Новая жизнь. Любое библейское христиане или камень вера камень веры вот и все подмена никаких конфессий деноминаций нету эти слова не употребляйте выкиньте их этими словами сатана прикрыл ересь слово ересь это еретики разномастные хразиматы басноватые все все они а ты какой конфессии а что это такое спрашиваю ну как что это ну ты спроси прямо ты православный или еретик вот так вопрос надо ставить православный или еретик больше нет ничего православие это то что нам дал господь что сохранились святые отцы но и у нас то не все в порядке но это церковь какая бы она ни была она церковь и нужно тут трудиться я знаю таких которые что-то узнали я не могу здесь находиться там архиерей на него гонения устроил я пытался помогал храм строил старался чтобы занятия были они понимают я уйду в другое место ну куда ты пойдешь к мусульманам к буддистам к иудеям ну просто слова-то неразумны ты где есть там и трудись ну вот возвращаются люди из плена заброшенные дома каждый возвращается в свой дом а я не буду здесь здесь шакалы оправлялись здесь скакали лешие ну правильно но разрушено но эта стена то есть основание есть это же легче чем начать копать и теперь фундамент заливать здесь бросил какие жерди там сверху накрыл пальмами листьями уже можно от жары спрятать все перед вторым пришествием лука 18-8 говорится остается в силе мало почти капля после дождя выдержки считаю я стал и увидел вот горящая печь проходит передо мною и когда пламя прошло я увидел остался дым после всего прошло передо мной облако наполненное водою и пролился из него сильный дождь но как скоро стремительность дождя остановилась остались капли тогда он ангел сказал мне размышляя себе как дождь более капель и огонь больше дыма так мера прошедшего превысила а остались капли и дым третья книга ездры пророка 4 глава 49-50 стихи вот как мало осталось времени соль полностью потерявшая силу и все одни слова 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 я стал смотреть по библии не все сразу дается запомнить а вот потом где бог что-то повторяет написано прокляните прокляните мироз я нашел и дальше проклятием вы прокляты за то что не платите десятину нашел у малахи 2 глава да в книге судей нашел а чтобы три раза было с упреком я все прыскал нигде нету и наконец нашел у иеремии он говорит вы говорите храм господень храм господень храм господень три раза повторяет почему прилепились в храм 200 храмов в москве надо патриарх агитирует за это зачем храмы то пустые никого нету проходной двор крестят в кавычках по тюрьмам и лагерям сотни и тысячи преступников но кто из них хотя бы курить материться воровать принимать наркотики бросил не один я 17 лет сотрудничал с тюрьмою и меня спрашивают а сколько человек пришло к богу не знаю но к окрещению я говорю ни одного как так ну так то есть они берут литературу считают это работа большая а священник пришел на один день первый раз не проповедовал и 470 крестил а как крестил ну мокрой ладошкой пухленькой по головке погладил обман тут то обман искать не надо все ложь и подмена нет встречи со христом сам некрещеный пастырь живущий по прихоти мира что может дать не любя христа не веря в силу ни евангелия ни бога и в проповеди эту духовную пищу столько лет подмешивали яд коммунистической пропаганды развозя эту заразу по всему миру по борьбе с апартеидом с нейтронной бомбой с экстремизмом пища превратилась в желчь и его 20 и 14 и дали мне в пищу желчь и в жажде мои напоили меня уксусом псалом 68 22 и послал господь на народ ядовитых змеев которые жалили народ и умерло множество народа и сынов израилевых числа 21 6 ибо виноград их от виноградной лозы садонской из полей гоморских ягоды их ягоды ядовитые грозды их горькие старозаконие 32 32 говорят слова пустые клянутся ложно заключают союзы зато явится суд над ними как ядовитая трава на бороздах поля оси 10 4 покупающие без исследования мяса превращались даже в людоедов сравнись с чудом Федора Тирона ненавидя истину враги влагают яд своих традиционно исторических наследий перетолковывая совершенно ясные слова Христа кавычки а я говорю вам то есть отныне полностью не уби полностью не клянись не лги сумели так развернуть подменить сознание что все осталось как и было в ветхом завете на не уби на не уби приводят за чем-то слова яна крестителя но то было в ветхом завете или корнилия сотника деяния 10 глава что дескать апостол Петр не запрестил корнилию сотнику и дальше служить в армии не добавляя что по житию его 13 сентября говорится что корнилий тотчас после крещения водой и духом святым вышел в отставку на гражданку демобилизовался и пошел с апостолом Петром проповедовать о Христе где не насаждена вера там свирепствует суеверие как проказа души и вот что говорили святые отцы 1 января житие святого Иустина философа ему тайно вложили яд и лишили жизни 14 марта Венедикт монахи дали ему яд положив его виной в просфору 22 апреля Феодор Сикиот в епархии дали ему яд тайной недруги 30 апреля Александр Невский его отца Ярослава все владыщие отравили да видимо и самого тоже Иеремия 11.19 демон подделывает все даже Библию пытался подменить так называемые свидетели Югова написали всемирный перевод а там ничего нету ее даже в руки брать нельзя 2 феосфоникистов 2.2 не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа ни от слова ни от послания как бы нами посланного сектанты же умудрились отбросить от Библии 11 книг не канонических доведя мистическую полноту книг 77 2.7 до настораживающей цифры 66 кто их так вразумил в конце концов все подделки придут и придут к тому что вместо Христа люди будут поклоняться в храмах прямо сатане антихристу и не заметят даже этой подмены я пришел во имя отца моего и не принимаете меня а если иной придет во имя свое его примите Иоанна 5.43 вот на этом пока сегодня больше не буду считать вчера были наши братья на благовестие пошли и не сказали куда пошли обычно здесь они недалеко из магазина Мария и Рая выходят люди и оказывается пошли на православную выставку но там люди откупают территорию устанавливают и они пришли туда ну что стали делать ну стали раздавать Евангелие хорошее дело-то но надо понимать обстановку сегодняшних людей ну и напали на них и аппаратуру сломали не знаю как там было я в них буду брать интервью потом может ролик даже составим это пострадали там кто там был Игорь Добунов и вот Сергей Пупков он ведет занятия и Надежда Васильевна моя жена я их расспрошу Сергей Пупков ты меня слышишь Сергей да да я сейчас не могу ничего записывать послушай с кем мы вчера говорили кто говорит привезет сегодня камеру купил ее ты позвонил ему и привез ему далеко идти ты не мог бы помочь он к шести хотел подойти к шести сейчас прям сразу на него выйти и привезти сделаешь нет да он уже вышел наверное если бы он обещал пусть сделает больной у меня своих дел полно он обещал пусть ведет ну я спрашиваю пока так теперь аппарат у тебя сломанный находится конечно ты сразу созвонись с Алексеем Загуляевым спроси его и подвези к нему поскорее я то уеду у вас ничего в руках не будет а у него там фирма работает на этом хорошие люди заранее спроси сколько стоит а то может быть цену дороже аппарата поставят а может быть и сделают и возьми его себе у вас будет аппарат ну все пока я буду прощаться с вами потому что вот тут уже у меня свои дела так вопросы нет никаких все нет ну все давайте прощаемся отключай Сергей все тогда спасибо